Ситуация с лесными пожарами в Якутии стабилизировалась. Об этом журналистам сообщили на брифинге комитета по чрезвычайным ситуациям в Якутии. На встрече речь шла и о паводковой обстановке на севере региона. Подробнее обо всем расскажет Виталий Абрамов. За последние дни ситуация с лесными пожарами более или менее стабилизировалась и площадь горимых лесов сократилась практически в два раза. Наиболее крупные на территориях Вилюйского и Верхневилюйского лусов локализованы и специалисты надеются к концу недели дать их ликвидацию. К тому же в этом районе наконец появились существенные осадки. И до конца недели мы планируем федеральный резерв в количестве 101 человек уже на постоянное место дислокации направить. После ликвидации этих пожаров власти думают снять режим ЧС, действующий по всей территории республики. Вместе с этим настает время расплачиваться смобилизованную. А это на минуточку более 8,5 тысяч человек. И решать о повеличении профессиональных кадров после такого сезона. Есть уже понимание. Этот зампред правительства Хлопонин в адрес Медведева записку отправил, что в Якутии планируется открытие 65 авиаделения, 65 человек. По ближним субъектам у нас как бы есть авиаделение. Мы только к этому идем. Что касается паводка на северо-востоке республики, режимы ЧС до сих пор продолжают действовать на берегах реки Алазея и охватывают села Сватай, Аргахтах и Андрюшкина. Вода хоть и падает потихоньку, в Аргахтахе она превышает критику почти на полметра и подтопленными остаются 14 дворов. В остальных селах уровни ниже критических. По предварительным подсчетам общий ущерб от маловодия в республике составил 283 миллиона рублей. Вина и доля будут направлены в Березовку. Груз для восстановления поселка должен прибыть к началу следующей недели. Мы там планируем построить жилые дома, двухквартирные, для тех домов, которые в низу находятся. И, соответственно, строительство детского сада предусматривается, ФАПа, реконструкция котельной, новую дизельную станцию будет Сахар-энерго строить. Несмотря на все, власти обещают, что отопительный сезон и школьный год начнется во всех пострадавших селах без задержек. Виталий Абрамов, Максим Ростовцев, НВК Саха, Якутск.